МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек, который был Португалией на протяжении 40 лет". С таким заголовком вышла официальная правительственная газета после смерти Антонио де Оливейро Салазара. Он долго болел, перенёс тяжёлый инсульт и так и не смог восстановиться. 27 июля 1970 года диктатор скончался в своём рабочем кабинете, так и не узнав, что уже почти два года никаким лидером страны он не являлся. И все эти два года газетчики говорили о нём как о диктаторе, который просто отказался умирать. Политический режим, созданный одним человеком, и для него же прожил недолго. Португалия формата Салазара уже спустя 4 года после его смерти канула в лету, после относительно бескровной революции гвоздик. В стране возродилась общественная жизнь, демократическая республика смогла решить накопившиеся за время диктатуры проблемы. Прекратились преследования инакомыслящих. Большинство осуждает эпоху правления Салазара, называя её фашисткой. Но есть и те, кто наоборот считают диктатора самым великим деятелем в истории Португалии новейшего времени и ставят его на одну ступень с основателями колониальной империи. Правда, империю эту Антонио Салазар и похоронил. Таким же он был для Португалии. 28 апреля 1889 года в семье управляющего поместьем Антонио Оливейры и его жены Марии родился сын. Его назвали в честь отца. Это был пятый ребёнок и первый долгожданный мальчик. Детство Антонио прошло в живописном и практически оторванном от мира посёлке Вимиейру в 75 километрах от Лиссабона. У него был серьёзный социальный статус. Он был профессором университета, но он никогда не забывал своё скромное происхождение. Родители были очень консервативны. Они решили дать ребёнку католическое образование. Биографы писали так. Салазар радиуса в атмосфере доброго феодализма и такой бедности, когда на столе что-то есть, но не очень много. В его юности семейные ценности явно превалировали. А католическая церковь прививала понятие креста, искренние молитвы и спасение души. Вот только со временем это куда-то испарится. Салазару удалось поступить в католическую школу. А позднее в семинарию. Религиозное образование подходило и характеру будущего политика. И возможно Салазар продолжил бы церковную карьеру, если бы не революция, разразившаяся в Португалии в 1910 году. Его юность проходила под сильным влиянием событий в стране. В 1910-м был свергнут монархический строй. А после этого республика вела работу против церкви. Действительно, к власти пришли республиканцы. Они провели ряд реформ, которые были направлены на подрыв влияния служителей церкви. Ликвидация религиозных титулов и урезание бюджетов духовных учебных заведений заставили Салазара оставить служение Богу и поступить на юрфак. Антониус стал принимать участие в политической жизни страны. Сначала это были маленькие сообщества, интеллектуальные кружки. Салазар негативно высказывался о новой власти. Демократия должна быть гармонизирована католицизмом. Но для этого нация нуждается в обучении и образовании, а правительственный механизм в адаптации к условиям времени и места. Демократия стала демагогией, ибо она дала привилегию одному классу за счет другого. С 10 по 26 год в Португалии произошло 17 попыток государственного переворота. 158 всеобщих забастовок, 24 восстания, сменилось 8 президентов, 3 диктатора и 44 правительства. И в 26 году после очередного переворота власть в стране захватили военные. К этому времени Португалия превратилась в одну из беднейших и слабо развитых стран Европы. Салазар уже успел стать доктором наук и одним из наиболее авторитетных специалистов в области права. Он пытался помочь стране, когда Португалия столкнулась с губительными экономическими последствиями Первой мировой войны. Рос государственный долг, все съедала инфляция, постоянно росли цены, население было недовольно, парламент с ситуацией не справлялся, кризис привел к череде государственных переворотов, страну лихорадило от постоянной смены власти. Моя бабушка очень любила Салазара. Почему? В конце власти республиканцев были большие волнения у людей. Их обещания так и не сбылись. Они просто сделали то, что хотели. А Салазар нашел выход из ситуации. Он заключался в политике жесткой экономии и поддержке внутренних резервов государства. В 1928 году профессору и католическому оппозиционеру представился шанс. Салазара пригласили в правительство на должность министра финансов. Естественно, я боялся. Я учитывал возможность провала. Представляете себе, если бы я потерпел фиаско в наведении порядка в финансах, что подумали бы обо мне мои студенты? Четыре года Салазар проводил свою жесткую экономическую политику, фактически став теневым лидером страны. Он решал, сколько бюджетных денег получит то или иное министерство. Это сработало. Бюджет стал профицитным. Доходы направляли на сферу образования и развития инфраструктуры. Популярность Салазара росла. В 1932 году президент назначил его премьер-министром страны. У него очень была строгая политика. Он контролировал весь государственный бюджет. Почти сразу Антонио разработал проект новой конституции. На референдуме документ был принят. Началась эпоха нового государства. 11 апреля 1933 года Португалия стала корпоративной республикой, основанной на равенстве граждан перед законом, на свободном доступе всех классов к благам цивилизации. Салазар заменил свободные профсоюзы подотчетными правительству корпорациями. Все португальцы объединялись в зависимости от рода деятельности. Рабочие и служащие в национальные синдикаты, предприниматели в гильдии, интеллигенция в ордена, крестьяне в народные дома. В парламенте заседала одна партия, национальный союз. Остальные были под запретом. Конституция страны содержала статью, согласно которой правительство могло ограничивать для общей пользы свободу слова собраний прессы. Салазар считал, что страной должны управлять не массы, а элита. Он сосредоточил власть в своих руках. Но Салазар, в отличие от большинства диктаторов 20 века, не был ни военным, ни представителем спецслужб, ни революционером, ни лидером массового движения. После прихода к власти у него не появился титул вождя. Ему не ставили памятники, в его честь не переименовывали улицы. Он действовал согласно своим представлениям о государстве, в духе католицизма, с опорой на традиционные ценности. Бог, родина, семья. Хотя у него самого семьи не было. Как-то горько, но он никогда не был женат. И фактически не имел отношений с женщинами. Диктатор начал преследование инакомыслящих. Одной из опор режима Салазара была тайная полиция. Ее агенты расправлялись с неугодными, без суда и следствия. При этом в стране формально не существовало смертной казни. Тюрьма Тарафал на островах Кабо-Верде превратилась в своеобразный лагерь смерти, где заключенные умирали от болезней и пыток. По приблизительным подсчетам, за 40 лет диктатуры жертвами политических репрессий стали около 30 тысяч человек. Тысячи людей бежали из Португалии, опасаясь за свои жизни. Но, несмотря на всю жестокость режима, Салазара поддержали католические клирики. Его хвалил даже Папа Римский. Господь даровал португальской нации образцового главу правительства. Диктатор Салазар не был похож на своих популярных коллег того времени из Италии, Германии и Испании. Антонио не уделял большого внимания своему имиджу и культу личности. Салазар работал в своем кабинете, избегал частых публичных выступлений, аскетизм был присущ ему с детства. Это отражалось и на внешней политике Португалии. Например, во время Второй мировой войны Салазар отказался от участия в переделе мира, при этом торговал с воюющими сторонами, работая на бюджет. В итоге золотой запас Португалии вырос примерно в 7 раз. С 63,3 миллионов долларов в 1938 году до 438 миллионов в 1946. Салазар действительно был очень скромный и известен своей строгой и довольно регламентированной жизнью. Это было полной противоположностью другим европейским диктаторам того времени. Они были расточительными и страдали манией величия. Образ жизни Салазар подчеркнул его харизму. Казалось бы, в его империи все стабильно, но начались колониальные проблемы. Португалия 20 века была наследницей великой колониальной державы. Под ее контролем оставались большие территории Африки. Правда, Салазар относился к ним как к обычным провинциям. По его мнению, Португалия была унитарной страной. Их управление подлежит исключительной юрисдикции Португалии. Они творения Португалии и не существует без Португалии. Португалия принесла им христианский гуманизм и проводила цивилизаторскую миссию. С Салазаром были не согласны местные элиты. В 1960-е годы они начали широкомасштабные войны против правительственных сил. На их подавление было отправлено около 200 тысяч португальских солдат. Теперь на содержание армии уходило примерно 40% госбюджета. Остальная часть тратилась на индустриализацию, но резко сокращалось финансирование социальной сферы, в первую очередь медицины и образования. К концу эпохи Салазара около 40% населения оставались неграмотными. Каждая вторая женщина рожала без медицинской помощи, а средняя продолжительность жизни в стране составляла 49 лет. Помню, в моей школе большинство детей ходили без обуви. Это было странным для Европы. Люди в Испании тоже бедствовали после войны, но не так, как мы. Большинство из нас ходили босиком круглый год, летом и зимой. Страна, ради которой десятилетиями трудился Салазар, расползалась. Кризис в колониях неизбежно привел и к кризису в самой Португалии. Население стало нищать, молодые люди скрывались от призыва в армию, не желая погибнуть в колониальных войнах. Салазар пытался успокоить своих граждан, правда, не действиями, а словами. Я понимаю все сомнения и колебания. Мы живем в критические моменты истории, политической мысли, вообще истории мира. Все в кризисе. От проблем Салазар пытался отвлекать людей успехами страны. К примеру, помпезно отпраздновав открытие подвесного моста, самого длинного в мире. Это было в 66-м году. Тогда же честовали и сборную страны по футболу. Она впервые в истории участвовала в мировом первенстве и заняла третье место, обыграв в матче за бронзу сборную СССР. Но вскоре здоровье подвело диктатора. Он не выдержал напряжения. В сентябре 1968 года Салазар перенес инсульт. Упал со стула и ударился головой. Врачи сохранили жизнь вождя, но его политическая карьера была закончена. Впрочем, сам Салазар об этом даже не догадывался. Он лежал в больнице и рассчитывал вернуться на пост премьер-министра и собирался править дальше. Члены правительства сохраняли для него эту иллюзию. Приходили к нему в больницу, отчитывались о своей работе, приносили документы на подпись и даже свежую прессу. Правда, газеты печатались в единственном экземпляре – специальной без Салазара. А чиновники уже давно работали с новым премьер-министром Марселу Каэтану, который отстранил больного диктатора от власти, даже не уведомив его. К Салазару практически не пускали журналистов. Мало ли проговорятся. Один из таких счастливчиков – француз Ролан Фауре – сумел пообщаться с Салазаром. Интервью, выпущенное по итогам разговора, кончалось следующими словами. Странная и драматическая ситуация, сформированная жутким величием этого шекспировского персонажа, короля, который отказывается умирать. Антониус Салазар умер 27 июля 1970 года. Ему был 81 год. Политический строй, установленный диктатором, ненадолго пережил его самого. До революции, которая окончательно свергла Салазаровский режим нового государства, оставалось еще 4 года.